Приветствую вас! Ответом на ваш вопрос будет то, что человек, то есть вы, несете ответственность за свою жизнь, и никто больше, кроме вас, этого не сделает. Чувство вины прививается людям, и обществом для достижения своих целей, целей общества, но не конкретного человека. То есть, если у вас есть ощущение жертвы и гиперответственности, вам это внушено. Если есть страх что-то не выполнить и услышать, то это неуверенность в себе. Соответственно, неуверенность в себе купируется обознанием своих слабых и сильных сторон, и деятельностью в пользу анализа и работы над своими слабыми сторонами. Чувство вины убирается путем принятия этого факта, что оно прививается другими людьми с определенной целью. И вам это не нужно. Извозление от комплекса шертвы происходит постепенно. Вы знаете, во-первых, установки границ, собственных, ваших границ, куда не было бы доступа никому, кроме вас. И формирование у вас ориентиров. То есть, вот в этих личных границах, куда бы не было никому доступа, кроме вас, вы бы прислушивались к себе и понимали, чего бы вы хотели. И к этому стремились. Понимаете, как? У вас сейчас есть обиды. Обиды на своих родных, обиды на своих близких. Эти обиды мешают вам жить полноценно. Их нужно отпустить. То есть, понять, что все, что родные делают, они делают не потому, что вы такая плохая, а потому, что они на вас проецируют свои желания, стремления, а самое главное, свои конфликции. Далее необходимо определить причину, по которой вы так себя начали вместить. И даже на сообщение вытекает, что вначале была ваша неуверенность в себе, а уже потом, после этого, родня начала этим пользоваться. Ну и, соответственно, вопрос, который набрашивает сам собой, заключается в том, а с чего же все началось? Почему бы стали чувствовать себя так? И еще один не менее важный вопрос. Ведь вы в этом состоянии что-то для себя получаете. В этом состоянии, в состоянии жеста при прочих равных условиях, вы что-то видите для себя полезное. Вот и вопрос вам, что есть это самое полезное? Что именно полезного вы в этом видите? Вот когда будет ответ на этот вопрос, тогда и можно будет начать что-то менять. Ну, а вообще, то, что я вам сказал, это лишь такие общие рекомендации. Вообще-то, с вами надо работать. И, к сожалению, не один раз, потому что вы живете так уже достаточное количество времени. И алгоритмы поведения, модели поведения стали для вас уже привычными. Как минимум два года вы не выходите на улицу. Кстати, почему вы перестали работать, тоже очень интересный вопрос. Вот, собственно, то, что можно вам сказать на данный момент. Это исключительно в ознакомительных целях, то есть вам нужно настраиваться на серьезную работу, серьезная работа с психологом. Возможно, даже не только с психологом, потому что, ну, вот, по всей видимости, у вас могут быть физиологические проблемы. Соответственно, рекомендую вам также пройти обследование у врача. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok